Я всех приветствую на своем канале Инчфам и Чиньфам, и с вами Лена. В этом видео я решила вам сделать некий влог наше воскресенье. Это воскресенье, на самом деле, немного более давнее, потому что, видите, это была масленица, я напекла блинов. Обычно в субботу и воскресенье мы себе позволяем есть что-то более уже жирное, что-то более сладкое, помимо овсянки на воде с фруктами, и также в наш рацион уже входит варенье, шоколад, какие-то круассаны, вот что-нибудь такое сладенькое, вкусненькое. Да, вам показывают, что он ест, не удивляйтесь, это шоколад, сгущенка, в общем-то, просто какой-то кошмар. Я же люблю блины просто с вареньем, и я рада, как ребенок. Чай, конечно же, пьем мы каждый день, и таких вот очень милых, красивых кружечек фарфоровых. Так вот выглядит наш стол в воскресенье. Ну, как правило, затем следует хорошая прогулка. Часто мы ходим в парк, который находится недалеко от нас, минут 10-15 ходьбы. А по дороге мне бы хотелось, конечно, вам показать архитектуру, дома, которые еще довольно старинные, то, что осталось еще с тех времен. Очень мне нравятся такого рода дома. И смотрите, какая красота. У нас, как видите, еще снег был в то время, сейчас растаял, но весна все-таки немножко заставляет нас ждать. Один из домов, которые вы сейчас здесь видите, жил знаменитый врач Альзаймер. Именно он нашел эту болезнь, ее описал, написал огромную книгу, или несколько домов даже, книг. Так что такой вот себе неплохой домик, в котором когда-то в свое время жил. Этот район для тех, кому интересно, называется Вестенд. И здесь это, конечно же, район для более таких богатых, скажем, людей. Смотрите, какая милая терраса. Красивыми такими стульями и столом. Некий такой французский стиль. Очень много шарма, особенно придает вот этот вот снег и пейзаж. Но мы уже практически дошли с вами в парк. Да, как видите, мой муж занялся снеговиком. Он решил, раз уж весна не хочет наступать, у нас огромное количество снега, то надо слепить весь снеговика и хотя бы радоваться тому, что есть довольно позитивный человек. Ничего не скажешь. В общем-то, да, смотрите, сколько снега. Конечно, сейчас он, к счастью, уже растаял, но все равно еще холодно. Эта зима вообще самая холодная за последние сто лет, как нам сказали, потому что в Германии обычно в это время, ну, не знаю, в прошлом году уже было 20 градусов. Мы как раз тогда переезжали. И да, по сравнению с этой погодой, конечно же, весна от нас очень далека. Да, догадайтесь назад, что случилось снеговиком. Я этот кадр вырезала. Ну что ж, мой муж радуется, это хорошо. Так что залог хорошего настроения. Это все зависит действительно от вас. Радуйтесь, как говорится, тому, что есть. Да, муж решил походу поиграть в снежки, но мне и камере повезло, так что не беспокойтесь. В парке есть также корейский сад, очень маленький, который был построен самими же корейцами по их традициям и архитектуре. Дело в том, что у нас каждый год в Франкфурте есть огромная книжная ярмарка. И каждый год у нас гости, главные гости являются вот какой-то народ или не страна. Вот какой-то год это была Корея, и они нам построили такой прекрасный сад. Также у нас есть китайский сад, который находится уже в другой части города. И история у него такова же. Когда был Китай в гостях, то они построили китайский сад. Сейчас он в снегу, очень даже красивый, уточки. Летом, на самом деле, здесь еще красивее. Надо бы как-нибудь вам снять летом тоже видео, потому что там распускаются водяные лилии, и все в зелени не может, конечно же, радовать глаз. А сейчас уж остались одни только уточки. Вот такой вот милый балкончик. Там, кстати, очень чумно в голубе, и они все прячутся от зимы, от холода внутри. А я вам говорю, до следующей встречи. Всем пока!